К другим темам. Путешествие, которое должно войти в историю. Фёдор Конюхов завершил подготовку к полёту вокруг света на самом большом аэростате в мире. 35 тысяч километров над континентами и океанами. Главная задача установить мировой рекорд. О высоком полёте будет рассказывать Первый канал. Сегодня с путешественником встретилась наш корреспондент Ольга Князева. Маленький макет воздушного шара как символ не просто больших, грандиозных планов. Рядом тёплая шапка и термос. Предметы не столь романтичные, но незаменимые в будущем путешествии. Уже завтра Фёдор Конюхов вылетает в Австралию. А через пару недель похожий шар только в тысячу раз больше поднимет его над землёй. Вообще рекорд, чтобы облететь вокруг света с первой попытки. Потому что человечество ещё не придумало шара, который слетал бы за один раз и вокруг света. Американцу Стиву Фоссету понадобилось шесть попыток. Его абсолютный рекорд скорости – 320 километров в час. Время в полёте – две недели. Эти цифры давно не дают покоя Конюхову. Аэростат уже поднимал его над Италией, Россией и Германией. И вот вызов брошен. Российский путешественник поставил себе задачу – облететь землю быстрее американца. Это будет невидимый поезд в 35 тысяч километров. Через Тасманово море Конюхов достигнет Новой Зеландии. Затем, перелетев через Тихий океан, окажется в Южной Америке. Далее пройдя над Атлантикой, шар Фёдоров должен пролететь над Южной Африкой. Вслед за этим аэростат проходит над Индийским океаном и, наконец, достигает австралийских берегов. Он всё время днём, я буду лететь за счёт гелия, расширяется, он всё время будет тащить, тащить ветер. Практически круглые сутки без отдыха. Включил автопилот, вздремнул ненадолго. И снова следишь за приборами. Конюхов в буквальном смысле облетит землю воздушными коридорами. Лабиринт, проходить который он будет в одиночку. И это тоже испытание. Вот он, главный компаньон путешественника. Самый большой комбинированный аэростат на планете. Проект в буквальном смысле международный. Ткань испанская, шили англичане. Прогноз для навигации обеспечит бельгийцы. А полетит русский. Махина большая. А когда махина наполнится газом, достигнет высоты в полсотни метров. Стоять рядом страшно, а он будет управлять. Это ещё один шаг по преодолению себя. Фёдор Конюхов первый в мире. Достиг пяти полюсов планеты, в том числе полюса высоты. Эвереста. Кадры одиночного путешествия через Тихий океан. На весельной лодке, без захода в порты. Он сделал это за рекордное время. 160 дней. 93 градуса. Сейчас тепло. Я шапку стал. Мне кажется, солнце. Минус три – это потому, что высота небольшая. Во время кругосветки шар поднимется на 11 километров. Мороз 40 градусов, а скорость ураганная – под 300 километров в час. От этой, мягко говоря, непогоды Конюхова защитит вот такая герметичная кабина. Здесь спутниковая и радиосвязь, печка. И, конечно, запас еды. Кипятка я не смогу. Так что кофейку или чайку я не смогу попить. Но едва ли всерьез переживаешь из-за этих лишений, когда твой стиль жизни – путешествие на грани опасности. Конюхов признается в четырех стенах. Быстро начинает скучать. Даже кроватью легендарному путешественнику служит та самая лодка, на которой он пересек Тихий океан. Правда, в последнее время не до сна. Ночью не сплю, думаю об этом. Вот в лодочке лежу и думаю. Думает, как миновать Антарктиду. Очень холодно и не прибиться к экватору, потому что там грозы. Как полетит над Андами – одно из самых высоких горных систем Земли. И как вернется на Землю рекордсменом. Ольга Князева, Александр Естегнеев, Андрей Михайлов, Виталий Аниканов. Первый канал.